Вот смотрите, я набрала лору, да, и тут же у меня вылезает вот этот Марьям про блогеров, тут же она за счет лоры и вылезает, да, получается так, ладно. Ребят, всем привет, рада видеть вас на моем канале, меня зовут Мария, я живу в Москве, ну и рассказываю в основном на своем канале про жизнь моей семьи в Москве. В Москву мы переехали, изначально я театральная актриса, 18 лет прослужила в театре, а сейчас переехала в Москву, ну не сейчас, а иное количество лет назад. Сегодня о чем хочу поговорить, про блогеров будем говорить, вообще ответственен ли блогер за те комментарии, которые у него люди пишут на канале. Вот смотрите, тут произошла такая ситуация, Лора USA, Лора Сибирячка, ну вообще это один из блогеров, которых я посматриваю, смотрю периодами. Есть несколько блогеров, которые мне нравятся, это Фальконе Наталья, это Лора Сибирячка, ну и там еще несколько блогеров, которых я иногда смотрю. Кстати, благодаря Лоре, не устаю говорить ей спасибо, я когда-то бросила курить, я посмотрела ее видео, как она переехала в Америку, бросила курить. Ну и я подумала, а что, я хуже, что ли? Я смогу. Вот как-то мотивировала меня она в своем видео на это дело. И недавно с ней произошла такая ситуация, она на своем стриме сказала, что ее дочь вышла замуж. Но дочь вышла замуж не вчера, а там год назад. И чем вызвала какую-то неадекватную реакцию многих людей. Но неадекватная реакция была не на канале Лоры, а на канале обзорщиков. Есть такие люди, которые вместо того, чтобы снимать какой-то свой контент, они берут блогеров и делают на них критику, обзоры, выражают такое свое мнение. Но, вы знаете, по большому счету иногда просто, ну, обсирают других блогеров. Ну, другого слова я найти не могу. Ну и Лора была возмущена, что блогер-обзорщик Марьям, в общем, негативные высказывания в адрес ее дочери на ее канале звучали. Я решила посмотреть, мне стало интересно. Я посмотрела немножко. Но там видео, знаете, вообще сама эта обзорщица, она, ну, не сильно кого-то там оскорбляет. То есть нету такого, как, например, было... Я помню, первый раз с обзорщиками я познакомилась, это вот мама-отличника, когда были два мега популярных таких обзорщика. Это Лелик, нет, Лелик и Юлик. Ну, в общем, не помню, что-то типа такого. Они были миллионники, пользовались у молодежи бешеной популярностью. Мне кажется, к ним попасть во взор, особенно молодому какому-нибудь блогеру, начинающими, это было просто за счастье. Они получали, так сказать, рекламу. И вот у них с мамой-отличника случился конфликт. Она кинула, значит, жалобу на него. И, в общем, там все очень было типа серьезно. Хотя мне кажется, что это была такая игра. Может быть, я ошибаюсь. Он такой пиар. А давайте что-нибудь замутим, да, какой-нибудь скандал. Конечно, заберу. Конечно, заберу. Мама, прости, страх забери. Ну, в итоге этот Юлик написал песню «Маме отличника» и все кончилось благополучно. Но в данной ситуации Марьям, вот это про блогеров, она Лорину дочь сама не обсуждала так вот, как сказать, не оскорбляла. Обсуждала все это дело, но не оскорбляла. Но то, что творилось у нее в комментариях, это был трэш. То есть вообще комментаторы без маски и без лица, они настолько отвратительно себя ведут. И там было столько оскорблений, предположений. В общем, столько они вылили на эту красивую, умную девочку, Лорину дочку, говнища, просто потому, что она год назад вышла замуж. Что она сделала? В общем, ну, очень трэш большой. Ну, мне кажется, так нельзя. И вот в связи с этим Лора обиделась и, ну, высказывала свое фи по поводу этих всех комментариев. И по поводу самого блогера. Ну, вот как вы думаете, вот правда, должен блогер отвечать за свои комментарии, что творится у него на платформе? Будучи сна, на YouTube у меня канал небольшой, да, и, ну, мало комментариев, скажем так. Хотелось бы больше. Пишите комментарии обязательно. А вот на Яндекс.Дзене мой канал достаточно, ну, такой, уже подраскрученный. И там есть очень много комментариев. И вот, вот где я этих комментаторов иногда называю интеллигентное быдло. Вот там вообще, то есть, гадости иногда столько пишут. И там такие идут между собой рубиво. И там друг друга лажают. И, вы знаете, иногда, крайне редко, я баню и убираю комментарии. Но, по большому счету, комментарии я тоже не убираю. Почему? Ну, потому что комментарии любые поднимают твое видео вверх. Даже если 300 человек напишут, что я дура, мое видео поднимется, мое видео поднимается, мое видео смотрят, на Дзене у меня канал монетизированный, я получаю с этого денежку. Иногда между собой люди оскорбляют друг друга. Ну, если я смотрю, что люди на одном уровне, да, я имею в виду интеллектуальном, то есть он дурак и он дурак, и они гадости друг другу пишут. Я не трогаю. Ну, пусть там они, как говорится, что попало, друг другу пишут. Но если встречается, ну, допустим, культурный человек, да, и откровенное быдло, и один другого сильно оскорбляет, то, конечно, я стараюсь там или банить автора, или убирать какой-то комментарий. Потому что, ну, зачем вот оскорбление друг друга в интернете тоже, мне кажется, очень плохо. Вы знаете, я родилась в сибирском городе, и это как раз моя молодость, да, юность на 90-е годы пришла. И у нас как-то за базар, как говорится, надо было отвечать за свои слова. Сейчас век интернета, люди сидят за картинкой, да, кошечку, собачку вставили, какую-нибудь масочку, и не отвечают за то, что они говорят. И сказать, что ты дебил, ты дурак, ты конченый, ты такой, ты секой, вообще, ну, ни для кого не составляет огромного вот такого труда. То есть люди не отвечают за свои слова. Наверное, это плохо. Наверное, всё-таки в том же интернете должны регистрироваться через почту люди, или как-то, ну, я не знаю, чтобы у людей была возможность как-то жалобы больше отправлять. Хотя можно отправить на комментарии жалобу, и, ну, как-то там повлиять. Но, как правило, люди заводят другую электронную почту и дальше продолжают писать гадости. В общем, я не знаю, насколько нужны обзорщики. Ну, запретить им быть никто не может, да. И насколько этот жанр востребован сейчас, я поняла, что востребован. Потому что 500 комментариев, там, тысячи комментариев, там вообще люди комментируют и комментируют, и не смотрят, вот они и блогеров, ну, да, посмотри ты этого блогера, и всё тебе станет ясно. Нет, они смотрят обзор на этого блогера. Вот это меня поразило. Там даже были вот по этой Марьям комментарии, не смотрю Лору, не смотрю Фальконе, смотрю ваши обзоры, и всё мне про них ясно. И это мне напоминает, знаете, что? Не понравился мне ваш Бах. Как вы были на концерте Баха? Вы слушали музыку Баха, да? Да не, мне Гриша из пятого подъезда его напел. Ну, вот примерно так, мне кажется, какие-то вещи у обзорщиков, у тех, кто смотрит обзорщиков, происходят. Ребята, ставьте лайки, пишите своё мнение на эту тему, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Ну, а Лоре, я желаю её дочери процветания, и на всех начихать и наплевать, хотя я её прекрасно понимаю. За своих детей можно, знаете, загрызть, как говорится. Ставьте пальчик вверх.